Добрый день! С вами снова организация Говорит Севастополь И наш очередной сюжет Мы посвящаем массовые Расклейки и раздачи листов В городе господином Николаевым Где присутствует Наглая ложь В принципе Мы не одни обеспокоены этой проблемой Нас с Андреем пригласили сегодня на собрание Где участвовали Такие серьезные организации Как Самоборона Ночные волки Блокпост И мы в принципе услышали мнение людей Именно тех людей Которые на самом деле Стояли на блокпостах Защищали наш родной Севастополь Те люди Которые своим плотом и кровью Создавали И делали нашу русскую весну А не те люди Которые со временем Потом приписывают себе Какие-то лавры Какие-то заслуги Мы спросили мнение тех людей Которые фактически На самом деле Были участниками этих событий С первого до последнего дня В самом сюжете вы можете увидеть То есть мнение И интервью Руководителей Этих организаций Патриотических Сложно Каким-то образом Опровергнуть их мнение Потому что Никто кроме них Не может сказать Как на самом деле Все было В те сложные времена Все сложные моменты И именно эти люди И на наш взгляд Только они имеют право Выносить какие-то осуждения И говорить О том Каким образом Происходила русская весна И на чьих плечах Все-таки Севастополь вернулся В Россию Мы не говорим Что господин Николаев Супер плохой человек Просто не стоит Привирать И приукрашать события Севастопольцев Не обманешь Это действительно так Как в принципе И говорили люди Не стоит Не стоит Приукрашать Не стоит Расклеивать по городу И раздавать людям Наглую ложь Информацию Просто так не проведешь Если вы Какую-то информацию Выносите На суд общественности А тем более Распространяете По всему городу То мы все-таки Думаем Нужно информацию Это проверять И каждое слово В этой наглядной Агитации И в листовках Если уж вы Позиционируетесь Как защитника Севастополя Или человека Который Хочет Развития города Благоденствия Для людей То уж Скорее всего Нужно Говорить правду Какой бы она ни была Да И предвыборная Агитация Это не базары На рынке Не повод для спекуляций Всем спасибо Спасибо Есть еще один вопрос К господину Николаеву И наверное К территориальной Избирательной Комиссии К центральной Избирательной Комиссии Это Ну не только Мое мнение Там Мнение наших Ребят Которые окружают Почему Человеку Для того Чтобы делегироваться В Государственную Думу Российской Федерации Надо собрать Подписи Количество подписей Не готов Утверждать Но порядка Наверное 15 тысяч Надо Я не уверен Что господин Николаев Который Не коренной Севастополец Которого Севастопольца По большому счету И не знает Мог бы собрать Такое реальное Количество подписей У меня бы А накануне Если вы все помните По городу Были расставлены Палатки От Общественной Организации Николаева Служу Севастополю В которой Жители города Севастополя Подписывали подписи Оставляли свои Паспортные данные На номера телефонов Якобы за отставку Миняйла Не могли ли Эти подписи Которые люди Собирали за отставку Миняйла Лечь Лечь Подписями Как Да В основу Как Кандидата В Государственную Думу Для баллотирования Не утверждаю Но вот у меня Такой вопрос есть И следующее Хотелось бы увидеть Все таки В Госдуме Именно севастопольца А не Ну вот Человека Который действительно Здесь Жил и родился Который пропитан Духом Вот этого Севастополя Который Который действительно За город будет переживать Потому что Убирать Показушно Мусорки и свалки Это одно Хотя это действительно Благородное дело И проявить чересчур Свою активизацию На встречах с людьми Выясняя Текут ли кровь Делается ремонт И подъезды Благоустроены ли площадки Это все Конечно хорошо Но это не делается За месяц до выборов И самое главное Неужели Ну не было ясно Что Крыши текут Что Подъезды не ремонтируются Это Ну вечная проблема И Следующим пунктом Уйдя туда В Государственную Думу Каким образом Вы сможете Решить эти проблемы Отремонтировать Крышу Благоустроить Подъезд Палатку То есть Вы сейчас Опять таки Вводите в людей В заблуждение Занимаясь тем Что Не будет входить В компетенцию Депутата Государственной Думы Вот и все Вместо полторы тысячи Бордов Отремонтировали бы Лучше две крыши И толку Было больше Нет Такое реально В заблуждение Вводится Олег В заблуждение Вводится тем Что вот он Входит у людей Узнает Отремонтировать вам Подъезд Не отремонтировать Но в компетенцию Депутата Государственной Думы Этот вопрос Не входит То есть Сейчас опять Люди Мы ушли в сторону Подадимись Да Это мы с тобой Можем Разговором Я хотел бы Одно Я выступаю Сейчас здесь Не как чиновник Как общественник Потому что Я очень много лет Возглавлял Русские и Пророссийские Организации В Севастополе И Крыму И все что творится В городе В моем Любимом городе Меня волнует И вы знаете Я помню волну Которую подняли В городе По поводу фильма Четвертая оборона Севастополя Я выступал По этому поводу И говорил Что меня Сергей Иванович Я видел в штабе флота Белавенцева Я видел в администрации Я видел Чала Видел всех людей Которые Начиная с 22 февраля На протяжении Почти 24 часов Находились В администрации И на улице Я видел ребят Которые блокировали здание Как заставляли Депутатов Принимать решения А сейчас они у нас герои Потому что Их заставили Принять решение И дать полномочия Чалому Но я сразу вам говорю Я не призываю По поводу выбора Я говорю о своем Я никогда не видел Господина Николаева Нигде И меня не только Николай в этом плане волнует Все остальные герои Я всегда вспоминаю 6 тысяч человек Которые вместе С Владимиром Ильичем Лениным Несли бревно На субботники Я это помню И вот часто В этой русской весне Вы понимаете Участвовало Действительно В Севастополе Ну 15-20 тысяч До простых людей Которые устроили Русскую весну Честь им и хвала Но когда появляются люди И пытаются заявить О том Что они принимали Какое-то участие Я считаю Что это кощунство Это действительно Вот недостойно Если тем более Человек собирается Баллотироваться Куда-либо То наверное Надо говорить правду Если ты правду не говоришь То что ты собираешься Отстаивать в Государственной Думе Я тоже поддерживаю Что я считаю Что в Государственной Думе Должен быть Севастополец Который понимает Наши проблемы Который будет здесь жить А не живет здесь Потому что у него Бизнес сюда пришел Я вообще считаю Что ни один бизнесмен Не должен представлять Севастополь Потому что наверное Все мою точку зрения Разделят Что любой бизнесмен Который приходит в политику Его главная задача Приумножить свой бизнес А я хочу, чтобы человек там был и понимал Что он в Государственной Думе будет сидеть ровно столько Сколько будет поддержка севастопольцев Которые будут его избирать Вот я хотел бы очень, чтобы первый человек Который придет в Государственную Думу от Севастополя Всегда вспоминался в городе с уважением Вот за это я и призываю вас всех Вот так И не перевирайте историю Вот честно вам говорю, еще раз говорю Город Севастополь это такой, который все равно всех на чистую воду выведет Все Спасибо большое за внимание Господин Николаев с своими соратниками очень часто поднимает вопрос По отсутствию патриотизма на горе Гасфорд Как вы вообще прокомментируете Данные слова его Иным словом, как пиар Не назвать Похоже на мультик с Иннокентием Когда обо мне заговорят А вы не были надоите Больше ничего, потому что в основном Когда в 2009 году Ночные волки зашли на На территорию у горы Гасфорта Это была свалка Даже не имея своего забора Не имея вообще ничего И не принадлежащее, не нужное никому Грязное убитое озеро И куча мусора То мы это все вычистили Убрали, завезли рыбу И начали делать патриотическое байк-шоу Начиная с 2009 года И тогда, конечно, появился интерес К этой территории Как к какому-то там Рекреационной зоне Тогда только проснулся интерес Тогда только появляется Знаменитый проект Проект новинского Балаклава Грин И так далее, и тому подобное Вот и все То есть интерес Он не в том, что Кто-то там выделил С какими-то нарушениями К сожалению, Николаев Наверное, никогда в жизни Даже не читал Бумаги, которые пишет прокуратура Прокуратура пишет, что Договор, в принципе Заключен правильно и официально И законно Только для того, чтобы он был законен Нужно довести некоторые части до конца То есть заключить природоохранный договор Заключить там Ну, все сопутствующие документы Вот и все А они, видите ли, хотят Все-таки, что слишком много Что значит много А с кем мы должны делиться И еще разница одна Ночные волки выступили в суды С Балаклавским рудоуправлением Возвращая эту землю городу В первую очередь За город Тратя свои финансовые средства На адвокатов И так далее За город Мы вернули эту землю сначала городу А потом город нам ее Отдал в аренду Вот в чем разница Мы не бодались с Новинским Как два Юридических лица За какую-то коммерческую тему Что мы хотим там забрать себе Нет Мы вернули это все в городу Доказали, что Балаклавское рудоуправление Не имеет никакого к этому отношения После чего уже город Выделил нам это в аренду Вот и все Вот в чем разница Не будет там, к сожалению Коттеджей Для людей А еще, ну, наверное Никто не будет отчитываться Особенно перед Николаевым Какие договора Мы с кем заключаем И что там будет строиться Принципиально вопрос уже решен Будет второй парк Патриот Филиарк Парка Патриот Где будет размещено все Для воспитания молодежи И патриотизма В городе Севастополе И в России в целом Спасибо Добрый день Господин Николаев Очень часто утверждает Что он ярый соратник Чалова И активный участник Русской весны Как вы вообще прокомментируете Его слова Ну, по поводу Ярого соратника Я Не могу утверждать Возможно соратник Возможно они общаются По поводу Участника Русской весны То, что я могу сказать Допустим То, что афишируется Установка блокпостов Мы, те, кто были С первых дней везде Мы его не сидели Я не знаю Может быть он где-то Какие-то 100 миллионов На какие-то зарплаты Или что-то давал Я не буду это оспаривать Но это пусть тот Кому он давал Могут оспорить Или опровергнуть Но то, что К блокпостам Он не имел отношения никого Это мы готовы утверждать Потому что Ну, зачем У нас Перед каждым выбором Перед каждым движением Какие-то выплывают Непонятно Люди И начинают рассказывать Что Ну, вот Был Но скрывался Но нельзя То есть Старое кино На новый лад И так будет каждому Все больше и больше Будем узнавать Поэтому мы призываем Только к тому Чтобы говорить правду Никто Не умаляет Может быть Каких-то его достоинств Если он что-то делал Но пусть говорят То, что было То, где не было человека Не надо раздувать Из этого Опять Потом Я не являюсь сторонником Какого-то конкретного Кандидата в депутаты Но вот Глядя На вот эту литературу Как бы у меня Вызывает Немножко Тоже Грязноватая работа Вот здесь В частности Написано Руководителей Которые Поддерживали Колесников И Белик Ну, я допустим Для себя здесь Вижу Четкая дезинформация Все отлично знают Что Белик был В конфликтных ситуациях Сменяем Поэтому Это тоже Немножко Грязновато То, что касается Самообороны Я еще раз хочу Повториться И сказать, что У нас были нормальные Отношения с губернатором Но, поверьте Нас не объединяло Какой-то Дилибан земель Или чего-то там Еще каких-то Привилегий Когда к нам Обращались И в режим ЧС И там Наводнение И общественный порядок Мы собирались Выходили Помогали Поэтому Делать из нас Как пытаются Вот Товарищи сделать И сказать Что не в милости У нового губернатора Или в милости Там забугать нас С людьми расправами Да прекратить Нас уже пугали Сколько нас можно пугать Поэтому Мы будем поддерживать Человека Поставленного президентом Губернатора города Тут вопросов нет Кто был Первый, второй, третий, четвертый Для этого Организация наша Как бы Сохранилась И осталась Пытаемся дальше Помогать Спасибо Добрый день Хотели бы Услышать ваши комментарии По поводу того Что господин Николаев Говорит Что он Очень активный участник Русской весны И то Что он был на блокпостах И все остальное Я могу Как раньше сказано Уже ребятам И Тоже Мы сам организовывались Сами блокпосты Делали И Никого Никто К нам не приезжал Никто нам не помогал Кроме жителей Всего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому